здрасте оградку покрасьте грубовщик продолжается вперед итак смотрите какой у нас глобальный план во первых конечно же это дождаться раз два три еще через три дня произойдет служба на которой мы нафармим веры которую мы в кинем змею а пока этого не произошло мне кажется будет не лишним заняться облагораживанием нашего кладбища потому что смотрите сколько у нас тут всего надо так сказать поизменять во первых нам нужно сделать оградки для вот этих вот могилок которые вот здесь у нас находится вот эту тоже надо бы облагородить у меня тут где-то еще были весьма хреновые господа как вот этот херовый так конечно товарищ и вот здесь тоже так себе давайте-ка я возьму сейчас разрешение на эксгумацию и мы это самое поправим это дело потому что в принципе пока у меня особо задач нет мне тупо сейчас ждать нужно так что пойдемте за моими сертификатами разрешениями и всем остальным где они тут у меня были вот они разрешение на эксгумацию а вот у меня еще кстати есть каменная оградка черт подери у меня дико извиняюсь у меня тут дома небольшая катастрофа случилось но я справился да как брюс уиллис когда он должен был астероид защищать давайте вот сюда поставим оградку раз уж она у меня есть еще у меня есть одна один могильный камень который я на воткну вот сюда да вот это вот мы снимаем и ставим на ее место крутой камень вот такой вот который даст нам кучу очков и заодно прокачает могилочку кстати какой здесь жмурик ну такой себе но мы его оставим а теперь давайте выковыривать их первым пойдет вот этот товарищ да я хочу пойдем со мной дружище ты будешь скоро пылать от просто от счастья что мы тебя вы наконец-то выковырили а чтобы убрать нужно оградку убрать и над гроби хорошо смотрите как интересно получается еще и надо очистить могилку прежде чем выковырить товарища ты нашего так теперь у меня есть два свободных места следовательно мы сейчас вот этих парней отнесем вниз для того чтобы подготовить им очаг который будет согревать их ближайшие 10 секунд а потом мы займемся скорее всего морковными подношениями нашему ослу который привезет еще два кандидата на погребение я не буду сейчас их расковыривать на препарационном столе я пока их здесь просто возьму и так сказать заработаю денежек вот так у меня есть 18 слушайте как удобно как удобно я предусмотрел раз-два готова первый пошел второй а теперь эти ребята отправляются со мной первый и второй гори гори ясно чтобы сертификат похоронный вывалился ну чё там давайте уже догорать так а у меня тут осталось морковка то осталось сейчас я сразу запихну пролетарию чтобы он мне привез еще двух ребят и вот это бревно надо отнести домой а то она как-то не круто валяется соли пепел складываем и вот она мне тут еще кровь валяется она кровь сейчас заберу я ее куда-нибудь перенесу чё и тут валяться то да и лучше конечно будет внизу ой господи сколько уже у меня морковки то выросла обалдеть но мы пока нам не будем ее собирать я сейчас телепортанусь чтобы продать все поехали дохлая кляча привет дружище я тут тебе привез немножко сертификатов будь любезен пусть я просто богат как как никогда посмотрите сколько у меня всего ужас просто ужас в хорошем смысле теперь мы отправляемся в подвал чтобы сбросить кровушку которую я выковырял случайно из кого-то я оставил почему-то в моем крематорию интересно почему они разработчики никак его не оформили по идее крематорий тоже должен быть ну как бы так оформлен знаете каменная постройка там вся фигня вот это кстати тоже надо забрать и тут не место не очень понимаю знаете чё почему мне вот здесь не разрешают строить ящики я вот сейчас еще раз это дело проверю может быть их не разрешали строить нет смотрите нифига нету непонятно ну ладно короче пойдем пойдемте сложим все это барахло я пока это храню у себя в домике но потом может быть мы найдем этому более правильное место у меня тут еще и мед валяется в воск то есть кстати о воске чё у меня там с тортиком а не хватает только меда и можно будет сделать ну пойдемте меду добудем а чё я же говорю мне пока в принципе особо нечем заняться сейчас я вот железо отсюда заберу и мы его сосуда вот сложим где ты железо развлекайся вообще надо как сделать я хочу здесь полностью перестроить возможно я буду делать это на стриме потому что это весьма долгий процесс и не особо интересный вот у меня есть определенный план как все это там перестроить я скорее всего так и сделаю для того чтобы у меня был была половина дерево вот подождите а все нормально я думал дерево пилит чтобы у меня там была деревянная зона так скажем да и металлическая зона которая будет по работе с металлом быть и там еще должен быть чемодан по камням о я еще одну пчелку надо был и вот еще кстати смотрите у нас же здесь сломанная пасека а я не могу тебя починить а починить странно почему я не могу починить видимо и потому что я еще ее не изучил сейчас мы вернемся домой я посмотрю что я могу поизучать мыши идите взад от вас одни неприятности мир не даст соврать давайте сразу закажем пару тортиков и раз я там мед добыл и это будет хорошо тортики нам очень полезно и тем более что я все время забываю их использовать при изучении каких-то вещей но я сейчас пока не планирую ничего изучать потому что нам это не нужно да нам это не нужно насколько я помню можно было разобрать вот эти вот мои вещи которые да вот видите кусок камня вывалится из него и вот у меня вопрос если я разберу вывалятся какие нифига не вывалились только кусок камня ясно понятно но зато я проверил зря конечно я разобрал эту хрень это вот это вот надо уничтожить сейчас будет да его можно исследовать я помню но у нас там еще куча на кладбище этих крестов поэтому я уж не буду или буду не знаю пока не решил короче камень сюда отправляется он мне в инвентаре не нужен пчелки идут скорее всего в дом я по-моему сюда их складывал или нет походу нет наверное они у меня все-таки не в этом месте что у меня тут еще есть у меня есть еще история которую по идее надо сложить куда-нибудь в правильное место например в погреб нашей церкви о смотрите кстати ну-ка поехали у меня тут освободилось место для вас ребята так что я прям очень хочу вас всех сложить вот здесь еще три человечка деревянных у меня есть три будущих пиноккио скажем так все валяйтесь валяйтесь развлекайтесь интересно змея надо будет учить ну вернее убеждать когда будет его день или может будет просто прийти в подвал и вот так сказать убедить на все деньги еще жмура привезли давай пойдем друг я сейчас посмотрю на что ты похож и мы тебя если чё погребем но чё ты начинаешь-то ложись я могу конечно выдрать из него кровь жир это даст два плюса и возможно не ну кожа вряд ли да мне кажется кожа вряд ли давайте попробуем давайте попробуем посмотрим что из этого получится если чё я обратно вставлю так жир тоже извлекаем и вот что надо еще извлечь для того чтобы у него убрался последний черепок вряд ли мозги да может быть может быть может быть попробуем кожу попробуем кожу она в любом случае будет полезно и что там да да она она в минус дает тогда мы засовываем ее обратно раз я съем немножко моих пирожков а то что-то как-то это силенушки покинули меня так вернулась вернулась так давайте попробуем ну давайте вы вырежем сердце она по идее не должна никаких минусов давать ну-ка да получилось получилось теперь я понял как это работает пойдем мой дорогой друг бессердечный сейчас мы тебя запихаем под землю хорошо что можно вставить обратно да это прекрасно вот здесь ты будешь находиться есть у меня чё блин я нет не хочу тратить ладно мы это сделаем я пока сюда крестик сложу чтобы он просто не мешал мне в инвентаре вообще надо сюда все перекладывать чё я там таскают и в себе все да это ж будет очень и очень так а вот сюда я хотел сложить мою историю которую таскаю уже собой фиг знает сколько времени и вроде бы как больше сюда ничего не запихнешь да похоронный сертификат мы оставляем он мне еще пригодится хотя подожди а чего не продал а потому что я чувака под землю да я же забыл что от погребения сертификаты тоже вываливаются погодите я я не понял я двух чуваков отсюда выковырил из них выпали похоронные сертификаты когда я их спалил это чё дюб или 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 как это работает писание идти в комменты мне прям очень интересно чё я сделал вообще потому что я же по идее за них уже получил деньги правильно к я же это те самые ребята которых я в начале игры испортил по незнанию следовательно наверное можно так дедю под деньги это конечно дорогое удовольствие потому что тебе еще надо разрешение на эксгумацию получить но в любом случае прикол ладно запомним сейчас я попробую пчелку запихать вот в этот ящик который у меня здесь потому что у меня тут цветочки вся вот эта фигня да и пчелка здесь а вот жир кровушку и сердце мы пихаем в ящик который у меня дома валяется а потом пойдем собирать морковку чтобы заказать кучу морковных пирожков и половину отсыпать пролетарию я к это все сюда кстати вот это надо на быстрый слот закинуть потому что я это буду есть я что-то это не ем и мы пойдем морковку сейчас соберем хорошо пошла если сразу же компост сделаю ну не знаю там семян она немного мы сейчас ходим купим потому что почему бы нет и надо поизучать что я могу поисследовать потому что надо нам потихонечку прокачиваться дальше через пару дней мы решим вопрос со змеем и там интересно что произойдет а пока этого не произошло давайте так торф есть здесь должен быть торф вот такой торф тоже торф главное все удобрить ладно я посадил там где был торф все нормально так фига себе сколько его просто ужас вообще на летящий на крыльях ночи просто как черный плащ простите я тут недавно мультик черный плащ смотрел я никак не могу забыть эти прекрасные мгновения чё ты бесишь что меня можно же посадить ну конечно не так чтобы очень получилось мне тут все посадить семена убираем вот сюда ой да и надо надо бы сходить купить их чё морковки у меня конечно получилось просто дофига давайте вот это вот все переложим блин двадцатку оставлю для пролетария это четыре трупа трупачка и это хорошо если их быстренько в ящик запихну и пойдем купим еще семян моркови и заодно я посмотрю если там семечки на грушевое дерево или яблоки потому что мы же там все вычистили правильно поэтому надо о я забыл сложить компост ски в этой игре столько нужно держать в голове что порой я немного в шоке но это прикольно да тренирует память я вам скажу все это отправляется домой больше мне тут сложить нечего кроме плещ пчелиного воска который я забыл он еще одного везут отлично сейчас мы пока в город сходим точнее мы туда телепортируемся во-первых продадим сертификат до свидания а теперь мы пойдем и купим немного семян если конечно фермер у себя на месте а то он что-то последнее время какой-то шебутной стал а смотрите у себя стоит чужого тут сыночек то с удивительной прической не работает так семена моркови я возьму на все бабло потому что мне очень нравится морковь капуста фигня пшеницу пока мы не используем а свеклы очень мало продает он видите как мало обалдеть вообще но мы возьмем тоже возьмем на пять серебряных там с половинкой получилось и это замечательно отправляемся домой там ждет нас новый жмурик мое почтение пролетарий который не герри я забыл посмотреть у него семена яблони и груши вот дерьмо ну ладно не будем возвращаться плохая примета да я забыл что можно было справа пройти но у меня тут есть немного свеклы то давайте вот сюда посадим то что я притащил вот раз и два чтобы она у меня в инвентаре место не занимало пусть растет потихонечку а эти семена мы сюда сложим и засеем вот на эти вот четыре места которые у меня тут уже приготовлены для морковушки морковушка ты где вот она я уже начинаю визуально определять что это за семена это хороший знак в этой игре так лучше всего и делать а откройся сезам вот мой жмурик сейчас посмотрим что можно с тобой сделать дружочек и мы тебя на нас запихнем как то же самое 3 так что кровь покусечки жир покусечки и сердце покушать папа кушечки да вот и жирочек тоже уходит от нас и последняя уходит сердечко опять будет бессердечный жмур поехали в лес за орехами я смыть а погребим или погребем или ну в общем да я не умею склонять слова так я могу чего-нибудь не могу ну ладно сейчас мы сделаем над гроби не проблема пойдемте домой спать как раз сейчас будет новый день а он уже произошел кстати не не произошел нормально он уже произошел но это не тот день который мне нужен так что можно спокойно выспаться красная штучка и слиточек которые отправляются сюда было бы классно если бы они автоматически отправлялись в ящики это было бы очень удобно вот складываем все ненужное и да вот тоже воск надо сложить и спать ну вот и утро к нам пришло и тут уже железо меня встречает значит смотрите чем мы будем сейчас сделать во первых конечно мы создадим оградки и вот эту всю историю значит сначала мы сделаем могильный камень а чё у меня камней мало что ли неожиданный поворот ладно пойдем пойдем надолбим камней но для того чтобы надолбить камней мы возьмем деревянные клинья которые нужны для того чтобы надолбить камней да давайте возьмем ну не за двадцатку это будет пять больших камней в принципе наверно да потому что двойка нужна чтобы выковырять один насколько я помню сейчас проверим пойдемте мой телепортационный камень карьер прикол я потратил все камни вот это я молодец вот смотрите видите а два камня за ух нифига у меня сейчас камни то будет ну и прикольно так первая двоечка пошла давай дальше не останавливайся давай дальше да подай брось ты это дерьмо копай ковыряй молодец еще да подожди ты вот что ты хочешь то вечно осталось еще два с камней будет просто мама родная и последний я знаю что у меня энергии просто нахрен ноль но у нас есть офигенные котлетки офигенные вот эти все пожрем теперь поехали сюда сейчас я все переложу там по моему уже не влезают они а нет влезают не уже все не влезает ладно пойдемте переделаем это все подождите а у меня здесь я могу строить второго уровня нет не могу только первого чёрт ну ладно тогда вперед переделывать камни это тоже прилично сожрет у меня стамины то там красных то сколько вываливается ух вот это тема вот это да даже зеленая выпала внезапно а она все равно всегда выпадает походу ну ладно ничего страшного у меня там еще четыре камня я пока отсюда не уйду пока все не переделаю точно не уйду отсюда так с этими покончено теперь давайте займемся вот этими четырьмя нас тут небольшой фарм происходит и переделать их так а чё там надо было для полировки камня сейчас посмотрим потому что это тоже весьма полезная история мне кажется полировать камни вы часто полируете камни я постоянно этим занимаюсь уже вечер к нам приходит слушайте скоро у нас будет проповедь и это значит что скоро со смеем то мы пообщаемся так все готово у меня в инвентаре 30 60 камней даже чё там телепорт еще не перезагрузился значит мы отправляемся домой пешочком и сейчас на будем создавать оградки пока ночь да я спать наверное не буду ложиться потому что нас есть чем заняться нас как мимо две могилки которые нужно обставить вот так что будем этим сейчас и заниматься вообще здесь надо лес почистить чтобы я проходить мог наискосочек знаете опачки облом я уже изучил как вы нападаете долбаные мышки вы они вообще кстати не приносят никакой опасности это очень странно потому что ну было бы классно если у тебя были враги ночные как в террари или в майнкрафте потому что это разбавляет геймплей добавляет кого-то экшона если бы конечно они убрали расходование стамины за все эти сражения было бы еще круче так забираем все отсюда и переходим вот сюда так оградка давайте сделаем две оградки и две каменные оградки будет вообще офигенно эти два камня да они от оградки а где простите синие эти они вот за эти вот дерьмо я сделал дерьмо разобрать дерьмо я понимаю что я потеряю камень но нафига мне они в инвентаре фигасе пятерку теряю блин вот это я молодец конечно надо вот эти было делать а вот эти вот могильный камень 2 черт подери я ну я просто невнимательный мудила да я забыл что за эти камни ничего не дают и вот оградки мне тоже сделайте 2 за них по-моему тоже до высыпаются готова ну у меня в принципе хватит сейчас стамины на то чтобы это все установить и заодно провести проповедь вот у меня опять этот а да 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 тортик у меня с собой все нормально хотя он наверно не нужен для проповеди он не влияет на проповедь мне кажется а я жмура да я жмура запихал уже сюда я все забываю слушайте столько надо вещей здесь контролировать ужас какой давайте ее облагородим вот так вот и вот так вот у нас сразу качество 35 а там надо было по моему 30 я по моему переплюнул сам себя так вот сюда не 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 сюда на верхнюю давайте установим оградку на левую установим камень и все будет у нас офигенно смотреть уже 38 сейчас будет 40 41 даже нифига нифига себе но я пока не могу провести проповедь потому что епископ еще не пришел заодно я у него сейчас спрошу чему надо и вот я хотел еще посмотреть а пойду пока сложу камни на склад чтобы не таскать их с собой они нам тут по идее нафиг не нужны сейчас мы наверное должны увидеть епископа топающего сюда к церкви он он вон он прется все нормально все идет по плану и по расписанию как раз я сейчас сложу и пойдем проповедовать давайте хранить камень здесь вот чем вам говорил то когда уходил в карьер я хочу вот здесь эту всю область разграничить допустим с левой стороны у меня будет деревянная область а с правой стороны у меня будет железная область и например здесь самом конце оставить работу по камням вот и для этого мне нужно будет все вот эти ящики переместить хранить в них определенные какие-то материалы что касается железа или камня или дерева и я думаю что это будет очень правильно потому что в игре столько всяких разных и темов что нужно это постоянно контролить и если не соблюдать организацию в ящиках можно запутаться и произойдет капец так забираем молитву и пойдем пойдем ее за бубенем вот сюда прям вперед сейчас будет мы по-моему с шестью лавками еще не не это не проповедовали а может и проповедовали так сразу три еще одну дайте пожалуйста еще одну хотя бы это мне для змея о еще даже две дали нифига можно даже что-то исследовать будет и это же прекрасно отличная проповедь ну и прекрасно да опять этих получилось у меня не фище себе как они раздухарились то я могу так зарабатывать все пять веры у меня есть мне собственно пять веры и нужно было и мы сейчас пойдем положим молитву вот сюда вот так вот и мы пойдем сейчас заберем крест из моего суду челла у церкви для того чтобы его исследовать он даст нам синие анчочки синие анчочки лишними никогда не бывают тебе надо было принести вот кладбище хорошо выглядит я надеюсь кладбище начало соответствовать вашим критериям ваше просвещение при преосвященство да а и все больше ничего не скажет пожалуй да по крайней мере тут не противно находиться теперь осталось только сделать чтобы все оставалось таким же ухоженным осталось короче нам сделать 20 очков крутости в церкви тогда он мне в принципе и и увеличит я полагаю так что это мы наверное будем исследовать в следующей серии как раз заниматься церковью а сейчас я хочу исследовать вон на змей там уже ходит во все а он по-моему только ночь уже приходит до до 2 на для облом отмена операции хорошо все не трогаем я пока оставлю его здесь он нам пригодится сто процентов теперь нужно дождаться змея который приходит я так понял ночью и мы ему эти самые пять веры как в кинем как получим а ключ забыл надо ключ же взять мало ли он скажет покажи мне ключ чтобы я дал тебе инструкцию к нему или еще чего в общем надо чтобы он был у меня в инвентаре мне кажется я не уверен на самом деле но мне так кажется но церковь надо да улучшать конечно тут что-то прям вообще беда надо лавки надо в первую очередь прокачать они там по-любому будут требовать какую-нибудь кожу вот и это будет прям весьма затратная процедура уже кожу мы получаем сами знаете с кого сами знаете когда поэтому морковка напрямую будет влиять на нашу на наш успех так железо сюда отправляется а я иду спать и ждать ночи чтобы мне пообщаться со змеем и это будет выполнение основной цели на сегодня потому что это была основная цель на сегодня я мастер сегодня излагать мысли кстати так он отлично выспался пойдем это блинчики надо еще один ящик сделать для железа потому что таскать меня уже мне уже надоело туда-сюда это все а пошли сразу в подвал может быть змей уже там а может быть и нет змеюка ты где а по тебе скучаю змей падла не пришел еще ну может может попозже припрется может уже прется в любом случае чё у меня там есть у меня есть похоронный сертификат который мы сейчас пойдем и просто спокойненько продадим потому что деньги лишними не бывают а здесь можно добыть камни нифига себе ой куда это я что-то я прям разогнался разогнался пропустил поворот на ка на ка забери ка и теперь по кусечке а придет день когда я открою свою таверну здесь деревня может спать спокойно ага точно конечно обязательно ты мне змея лучше дай он мне очень нужен сейчас но может он уже пришел конечно сейчас уже ночка как бы как бы ночка уже змея что-то я не вижу так ну-ка пошли в персонажи на всякий случай сейчас проверю вот смотрите змей выглядит опасно знатно почему все называют его понятно почему называют его змей тут нарисовано что он приходит в день змея один змея он аж вот здесь но при этом он находился точно у меня в подвале когда была проповедь поэтому я даже не знаю придет он сюда нет вообще в любом случае может быть да нет это так не работает я подумал что раз у меня есть в кармане 5 веры то он будет приходить только в те дни когда он захочет приходить но мне кажется что это бред поэтому его надо просто подождать и он придет а вот и он вспомнишь говно вот и оно давай шевели булками уже а то эти сейчас мечом то по этому то по твоему вот привет так попытаться убедить я тут не для того чтобы конфликтовать может смогу даже оказаться чем-то полезен выглядишь ты бесполезным но при этом и безобидным можешь помочь мне открыть эту решетку у меня есть эта инструкция и согласно ей мне нужен ключ отмычки мои не помогают найдешь этот ключ тогда и поговорим дружище ты я бы тоже не прочь заглянуть за эту решетку попробую помочь вот инструкции можешь взять с собой так а ключ ему отдать смогу только тогда по всей видимости когда изучу его на столе вот и мне эти он как бы станет уже исследованным пока он типа непонятный но мне нужно две веры ясно ясно понятно в общем господа на этом мы серию по грейф ярд киперу закончим потому что у меня тут есть небольшие дела на кладбище а пока я буду их выполнять мы значит с вами следующей серии уже разберемся с этим ключом откроем наконец эту решетку принесем тот самый дневник звездочет у нихера я сколько всего запомнил это хороший показатель в общем дел у нас будет просто дофига спасибо за внимание услышимся следующей серии прохождение грейф ярд кипер о да это и покупаю по кусечке и и и Субтитры подогнал «Симон»!